Всем привет друзья, с вами самый крутой голос про баттла Брикетон. Отгремел второй раунд турнира, судьи наконец-то свободно выдохнули на две недели, а вот участники и даже зрители поднапряглись. Так как данный турнир первый и уникальный в своем формате, много новых фишек было введено в регламент, большинство зрителей и даже участников не могут до конца разобраться в структуре его. И я вам в этом помогу. Помимо окончания судейства второго раунда мы завершили конкурс каверов, который был запущен благодаря магазину Hustle, именно они предоставляли призы. И магазин кроссовок пошел на уступки и сохранил до конца февраля промокод Hustle17, который дает скидку аж в 30% на весь ассортимент. Заходите на сайт и закупайтесь, там огромный выбор стильных кросс, которые без нашего промокода будут стоить дороже в любом магазине. Также там бесплатная доставка, а оплата только после примерки. Если вам что-то не понравилось, то спокойно возвращайте товар и остаетесь при своих деньгах. Ссылка на магазин есть в описании и не забудьте про промокод Hustle17, который нужно везти в корзине и кайфануть от скидки. Ну а мы продолжаем. Сразу хочу поздравить участника Кентервеля, который взял награду лучший трек 2 раунда. Он набрал 131 балл из 140 возможных. Давайте еще раз насладимся данным шедевром. Третий раунд. Тема «Обсудим за столом». Прием треков до 1 марта. Но прослушать некоторые из них на сайте возможно будет только с 5 марта. Так делается для того, чтобы исполнители успели залить свои треки на все цифровые площадки. Единственная возможность их прослушать раньше – стримы судей. У них будет доступ к трекам с 1 числа. И давайте обсуждать регламент, дабы раз и навсегда разобрать структуру и не пугаться, казалось бы, странных решений. Поэтому слушаем внимательно. Формат турнира батла подразумевает трех финалистов, а это означает, что в третьем раунде должно быть 48 пар или 96 участников. Основные судьи выбрали для прохода в третий раунд 64 участника, которые набрали минимально 103 балла для прохода дальше. А это, грубо говоря, средний судейский балл 7,3. Остальных участников добрали по воле божьей, а если быть точнее, по личному решению Санчеса. Участники, которые максимально подходят под формат данного турнира. Артисты расположились по системе сильный-слабый. Максимальный балл против минимального. Но, но, здесь есть пару интересных оговорок. Раз у организатора турнира душа добрая, в третий раунд отобралось больше участников, чем планировалось, а именно 107. И чтобы не портить гениальную схему турнира, в середине таблицы у нас образовались тройки участников. И да, в этих тройках проходит дальше только один исполнитель. Ну и в дальнейшем также могут образовываться тройки, если некоторые исполнители получат спасательный круг. Второе, внедрение новой фишки. Вызовы. Ну, типа дуэли. Кто? Кто дуэль? Какой? Со мной давай дуэль! Каждый участник из прошедших может вызвать к себе в пару любого другого. И если тот согласится, то автоматически создается пара и не важно сколько у них набранных баллов. Причем это касается не только третьего, но и последующих раундов. И это, как по мне, самый жирный плюс. Во-первых, можно сразу выяснять отношения между конфликтующими артистами. Во-вторых, это повышает интерес к данной паре и зрелищность. К примеру, по такому принципу уже в третьем раунде образовались мясные пары. Это грязный Рамирес против МЦ Лучника, но и МЦ Смарса против Ромы Сурового. Всем привет, это обращение Кроме Хуёвому. Послушай, дружище. Мне не нравишься ни ты, ни твой рэп, ни твое поведение, ни то, как ты высказываешься в адрес моих друзей и в мой адрес. Но душнилы попросили немножко снизить уровень игнора в твой адрес. Ты вызвал меня на батл, но ты не являешься батл рэпером. Ты никогда им не был. Еее, салют, братва. Охуевший батловый перс Гриша Марс прикинул хуй к носу. И многоуважаемый Гришаня принимает мой вызов. Респект тебе, дружище, за такой смелый мув. Братва, две недели вы узнаете, кто папа, а кто пыль под моими ногами. Короче, вот список всех пар, которые вызвали друг друга. Но организация турнира пошла еще дальше. Даже если вы не прошли в следующий раунд новый очень крутой исполнитель, и вас сильно задел или взбесил другой, то в случае интереса и хайповости пары, площадка предоставляет свои ресурсы, своих судей, делает мейн-ивент. Это дополнительная возможность исполнителю проявить свои качества дуэлянта. Следующее нововведение, которое касается больше самих участников, и это прямо вот самая интересная фишка, которая выведет формат онлайн батлов на новый уровень, а именно подписание контрактов, ну или договора с исполнителем. Некоторые могут подумать, что Санчес сошел с ума, но это не совсем так. Со всеми участниками, кто прошел в третий раунд, кроме двух, были заключены договоры. В них ничего сверхъестественного нету, просто юридически закрепляются ответственности сторон. А это организации артиста. О том, что участники сдают треки и могут приехать на фест, а организации проводят отличный турнир, делают все выплаты и так далее. Обычно это просто уверенность в том, что все пройдет по маслу, без сливов участников и не выплат денежных гонораров. Один из двух участников, кто отказался подписывать договор, это один из фаворитов турнира Юра Плэйн Зе Энджел. И это вторая боль после новости о не сдаче трека Нервного на второй раунд. Извините меня, я не сдержался. Да, бывают и такие сюрпризы, но лучше знать заранее, что артист не сдаст трек, чем ожидать до конца и получить максимальное разочарование от этого. Ну а онлайн баттлы стремятся к уровню киберспорта. Еще одна новая фишка, это голос народных судей. И вы сейчас такие, воу-воу, стопе, брикетон, народные судьи уже не новость, они с первого раунда судят. Да, вы правы. Но теперь голос народного судей, официально 15 голос в судействе. Откроем вам одну тайну. Перед голосованием второго раунда нас было 108 человек. Задачей отсудить 562 трека справился не каждый, нас осталось около 40. И если посмотреть на результаты, а это вы можете увидеть на сайте, там есть и баллы официальных судей, и народных. Так вот, тут средний балл одних и других примерно одинаковый. А с учетом того, что многие были лишены звания народного судей за своей неадекватности или неуместного троллинга, они были с позором изгнаны, а их баллы обнулены. Поэтому остались только верные своему делу товарищи, и к их мнению тоже стоит прислушиваться. Тем более, если счет в паре будет одинаковый, 7-7, 15-й народный судейский голос будет решающим. Так что мы готовимся к сложному судейству. Артисты готовят свои шикарные треки, которые осядут в ваших плейлистах надолго. Остается только пожелать всем удачи и терпения. Ждем мясистые пары, по типу Рамира Случник, Рома Сурова МЦ С Марса, Ленже Тилс, Хай Аойи и много-много других. Все пары вы можете увидеть на сайте. Ожидается интересное сражение, за которым мы с вами с удовольствием будем наблюдать. Пишите в комментах ваших фаворитов, максимально поддерживайте их, и мы с вами увидим, кто пройдет в четвертый раунд. Не забывайте также поддерживать канал лайком, подпиской, чтобы не пропустить все новости. Также подписывайтесь на мой личный канал Брикетон, там также речь идет о батлах, оффлайн и онлайн формата. Ну а на этом пока все, слушайте только качественную музыку. С вами был Брикетон и канал ProBattle, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok